МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мария Кристин Адам, Ширли Буке, Стефан Герентели, Дельфин Рулен, Ольга Кириленко. Авторы сценария Селина и Мартин Гиор. Продюсеры Паскаль Бретон, Алина Бессон. Режиссер Лорен Дюссо. Опасные секреты. При участии Молли Джонсон. Простите, Богораде. Режиссер Лорен Дюссо. Пришли все-таки. Добрый вечер. Выпьете? Нет, я газировку. Шампанского. Да здравствует пенсия. Редактор субтитров А.Семкин Светские развлечения не для вас. Малая хозяин гостиницы. Спасибо, Молли, большое спасибо. Добрый вечер. Большое вам спасибо за преданность этому заведению. Вероника Ликер, Марина Дево, Жюльета Валь, Клоди Перкинс. Наша Виктория решила слегка приодеться, чтобы продолжать вас соблазнять. Что скажете о ее новом облике, о новом освещении, которое проходит через эту новую стеклянную крышу? Вероника Ликер, Марина Дево, Жюльета Валь, Клоди Перкинс. Она еще дышит. Вы врач? Комиссар, это ваш человек? Мой преемник. Смотрите список. Что за имена? Кто эти женщины? Позвонить водопроводчику, зайти в прачечную, отвезти Тео к дантисту, посадить розы, найти развивающееся платье ко дню рождения нашей принцессы, купить... Что ты делаешь? Отвечаю на твой вчерашний вопрос. Чем ты занята целыми днями? Прости. Я вчера был немного на взводе. Мам, ты забыла еще упомянуть собаку. Но, милая собака, это не игрушка. Чтобы взять собачку, нужно как следует подумать. Понимаешь? Простите. Да, слушаю. Марина Дево? Да, это я. Это из комиссариата Бордо. Вы могли бы подъехать к нам? Что за причина? Это конфиденциально. Объясним все на месте. Я вас жду. Хорошо, сейчас подъеду. Кто это был? Садовник. Мои розы прибыли. Пока. Первая. Марина Дево. 31 год. Двое детей, домохозяйка. Мадма Зальваль, ваша почта. Спасибо, Каролина. Моя напарница уже устала. Я прочла твое исследование. Очень хорошо. Правда? Понравилось? Гениально. Хотя, зная твое резюме, я не беспокоилась. Что это за ужас? Дом моей матери. Мне нравится им любоваться. Наша швейцарочка уже соскучилась по родине. Новая должность, новая жизнь. А это меня успокаивает. Меня так извещает о новом сообщении. Оригинально. Ладно, вкалывай. Может, пообедаем? До скорого. Из комиссариата. Лично и срочно. Вторая. Жюльетта Валь. 25 лет. Работает в косметической фирме Эванс. Не замужем. Детей нет. Кажется, они незнакомы. Поднять. Это мне подходит. Риск есть? Если честно, да. Вы рискуете тем, что вам будут свистеть вслед и будет завидовать ваша лучшая подруга. А муж будет постоянно возбужден. А кроме этого... Тогда сделаем. Скажите, доктор, мы успеем все сделать до ноября. На третьей неделе я еду на Маврикию, так что... Обещать не могу, но постараемся. Спасибо. И спасибо за то, что вы слушали. И поняли. Поль. Да, доктор. У меня гладильная доска желает стать дойной коровой. Можете запихнуть ее в очередь? 32-я неделя. Раньше. Золушка едет загорать в ноябре. Хочет похвалиться новыми буферами. Тогда 28-я неделя с утра. Классно. Сдерете с нее 7 тысяч. Что так? Такая сложная операция? Нет, клиентка богатая. Есть сообщение? Да, летящее платье, как у принцессы, в 10 лет. У вас есть? Ладно, не страшно. Спасибо, до свидания. Что вам от меня надо? Мне? Ничего. Меня вызвали, как и вас, как и ее. Третья, Клоди Перкинс. 39 лет, детей нет. Пластический хирург, разведена. А четвертая? Я оставил сообщение. Хотите, чтобы я позвонил? Есть кто живой? Пошли к черту. Я не люблю скандалить, так что... До свидания, дамочки. Удачи с платьем. Мы уже виделись, да? Вчера в отеле Виктория. В тот момент, когда вы покидали вечеринку. Забавно, я тоже была там с мужем. Вы оставались до конца? Нет. Только час пробли. Я себя неуютно чувствую в таких местах. Где вы были вчера вечером? Дома. Я только что переехала, все вещи в коробках. Никого из вас не было в отеле Виктория вчера в половине девятого? А что случилось такого ужасного в половине девятого? Украли пепельницу? Эта личность вам кого-то напоминает? Никогда не встречала. Эва Перес, испанка, 28 лет. Приехала в Бордо меньше недели назад. Заняла номер 204 в отеле Виктория. Окна выходили на стеклянный купол, к несчастью для нее. Она... Она мертва? Врачи говорят, выживет. Странно, что вы ее не знаете, потому что она, очевидно, вас знала. Мое имя? И мое. Откуда этот список? Он был у жертвы. Это ее почерк. Мы ищем первую женщину из списка. Вероник Ликер. Вам это имя ни о чем не говорит? Вы ни разу не встречались до сегодня? Нет. Странно. Может, она работала в маркетинге? Мы проводим исследования со случайными людьми, чтобы они высказали свое мнение о продукте. Посылаю представителя с опросником. У нее не было с собой ручки. Только это. Интересно, какие вопросы она хотела задать? Мне нужен нашатырь, немедленно. Я ему что, посыльный? Откуда взялся этот хмырь? Из бригады антитеррора. Майор Станислас Ломера провел там 10 лет. Настоящий герой там уже дико злобный. На твоем месте я бы выполнила его просьбу. Вам лучше? Да. Продолжим. Этот список указывает, что между вами есть определенная связь. Если это не связано с обычной повседневной жизнью, значит, было что-то в прошлом. Подумайте обо всех уголовно наказуемых поступках в вашей жизни. Почему уголовно наказуемых? Я в жизни много чего делала? Конечно. Но если бы Эва приехала вас благодарить или помочь вам, я не думаю, что ей понадобилось бы это. Вопрос такой. Что вы могли сделать такого, чтобы незнакомка с оружием могла вас разыскивать? Спасибо. Помогите! У меня результаты ваших тестов. Итак? Я подумала, ничего не вспомнила. Я тоже. Простите. Я должен идти. Посмотрите на снимок. Если что-нибудь вспомните, позвоните мне. Это мой номер. У вас действительно гипогликемия? Или вы хотели обратить на себя внимание? Я плохо переношу стрессы, так что иногда со мной такое случается. А что вы делали на вечеринке в Виктории? Скучала, как и все. А меня муж убедил пойти. Вы не парижанка? Нет, я швейцарка из Женевы. Вы меня утомили своими вопросами. Я просто пытаюсь понять, где мы могли повстречать его ПРС. Не стоит вести себя невежливо. И не стоит терять время. У нас нет ничего общего, это очевидно. Но должен быть смысл в этом списке. А оружие? Я здесь одна, боюсь. Чего здесь бояться? До свидания. До свидания. До свидания. Вероника Ликкер. 50 лет, учительница, детей нет. Первая в списке. Причина смерти? Падение со скалы. Свидетели есть? Ни одного. Ее нашел лесник во вторник утром. На следующий день после приезда я в ПРС. Допросите соседей, я хочу знать, может кто-то видел ее поблизости. Я ее знаю, она была здесь, я помню. Когда? Вчера или позавчера, точно не помню. Что ей было нужно? Сказала, что не решается сделать операцию, поэтому хочет все знать. Я такую ненормальную раньше не видел. Задавала так много вопросов о вас. Все хотела знать, где вы учились, где живете. И вы ей ответили? Да. А мне ничего не сказали. Это же моя работа, фильтровать посетителей. Поль, на ваше место было 20 кандидатов. Знаете, почему я вас выбрала? Нет. Вот и я не знаю. Все маленькие девочки любят платья, как у принцесс в сказках. Да, конечно. Я уверена, что если бы они у вас были, вы бы их продали. Простите? Да, я знаю, что это не модно. Сейчас модно превращать детей в бесстыдных лолит. Нет, я не читаю вам нотации. Слушайте, месье, у всех у нас есть проблемы, да? Да, хорошо. Да, до свидания. Так, собаки. Нет, не здесь. Так. Добрый день, я бы хотела купить собаку. Простите? Я не знаю, какой породы. Послушайте, я ищу доброго пса для детей и при этом хорошего охранника. Да. Да, да, именно так. Супер. Спасибо. До свидания. Она не пришла в себя? Нет, шеф. Но врачи говорят, это скоро случится. Мадемуазель Пирес крепкая голова. Ее зовут Ни Пирес. У нее фальшивые документы, и она не испанка. Кто же она? Хороший вопрос. Сообщите мне, когда она придет в себя. Вызывайте подкрепление. Я уже большой. И чтобы никто сюда не входил. Если увидите здесь этих дамочек, звоните мне. ДИРЕКЦИЯ 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 ЭВПРС Испанка. ДИРЕКЦИЯ ДИРЕКЦИЯ Что вы здесь делаете? Искала Габриэля. Вы зовете директора отеля по имени? Не хочу упоминать его фамилию. Я носила ее пять лет, пока мы не развелись. Простите, не знал. Я тоже ищу вашего бывшего мужа. Хочу сообщить ему, что мы опечатали номер. Он будет счастлив. Я специалист по плохим новостям. Кстати, есть одна для вас. Для меня? Для вас троих. В список. Кажется, нас было четверо. Это первая плохая новость. Есть другие. Вероник Ликер мертва со вчерашнего дня. Я не смогла найти развивающееся платье. Думаю, чтобы его найти, мне нужно будет построить фабрику по их производству. Ты не собираешься снова на работу? А то у тебя опять будет плохое настроение. Я не собираюсь на работу. Единственная хорошая работа для меня заниматься вами и папой. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Я приняла решение. У нас будет собачка. Круто! Что за праздник? Папа! Вы все в тесте. Ты сегодня рано вернулся. Я через час уезжаю. Сегодня я дежурю. Блины. Это детям. А нам я приготовила дичь. У меня нет времени. Блины – это замечательно. Мне блинчик, пожалуйста. Два или один? Один. Тебе обязательно дежурить каждый вечер. Ты ведь не единственный врач здесь. Да, но я сюда перебрался последним. Так будет легче обзавестись клиентурой. Ты так не считаешь? Если бы ты не хотела покинуть Париж... Мама согласилась на собачку. Правда? Да. Не надо это меня. Слушаю. Повторите. Мертва. Да. Полиция считает, что это не был несчастный случай. Не повезло. Ее имя стояло первым в списке. Какая тебе порода нравится? Такса. Нет, Кокер Спанель. Он милый. Немецкая овчарка. Немецкая овчарка тоже прелесть, правда? Хорошая строжевая собака. Мне будет спокойнее по вечерам, когда ты возвращаешься поздно, и я засыпаю одна. Немецкая овчарка, ты уверена? Да. Марина? Нет, вы не помешали. Итак? Не может быть. До завтра. Хорошо. В котором часу? Спасибо. Спокойной ночи, Марина. Спасибо. Кто тебе звонит в одиннадцать вечера? Женщина. Мы познакомились сегодня. Хочется встретиться. Очень милая. Красивая? Очень. И что? Продолжим? И еще. И еще. Прекрасная кожа заслуживает прекрасного крема. Нет, это идиотизм. Если кожа прекрасна, на кой черт ей крем? Старая кожа? Надеюсь, вы не обо мне говорите? Я Элен Эванс, директор компании. Я знаю. Ваши портреты повсюду. Простите. Жульетта Валь. Я новенькая. Я знаю. Вы новая сотрудница Марианы. Она мне показала ваше резюме. Впечатляющий послужный список для такого юного возраста. Готовите компанию для нашего крема против старения? Именно так. Буду его рекламировать в четверг на промоушене. Я приду. Предпочитаю составлять свое мнение о новых сотрудниках. Разумеется, если это вас не стеснит. Вовсе нет. Тут вовсе нет. Разумеется, если это вас не стеснит. Новое сообщение. Нравится украденное место? Пользуйся это ненадолго. Марина опаздывает. А ведь это ее идея. Вероника Леккер была в нашем списке. Разумно, что мы пришли на похороны? Мы здесь для того, чтобы поглядеть, нет ли знакомых рож. И чтобы допросить родственников покойных. Похоже, между нами есть какая-то связь. Вчера вы сказали, что нет никакой связи. Это не помешает расспросить. А в день похорон не слишком вежливо. В день моих похорон будет поздно. Что это? Когда меня куда-то приглашают, я не прихожу с пустыми руками. Но нас не приглашали. Тем более. Это позволит нам несколько сблизиться, разве нет? Мы собрались здесь, чтобы сказать в последний раз слова любви и поддержки, которые проводят ее к месту вечного упокоения. Перестаньте реветь. Не могу. Моя мать всегда меня упрекала, что у меня глаза на мокром месте. Когда мне грустно, я реву. Если ей так легче. Отчего? Она ее не знала. Если это обнаружится, мы вляпаемся. Тише. Господь проявит к ней свою милость. А вас, тех, кто когда-то стал чужим и враждебным из-за плохих деяний, он воплотит снова в вашем теле после смерти, чтобы вы предстали перед ним живыми и безгрешными. В течение жизни твоя щедрость и преданность вызывала восхищение тех, кто дорог тебе. Видите, она была хорошей. Они всегда так говорят. Ты всю свою энергию вкладывала в добрые дела. В свободное время ты заботилась о больных и бедных. Хватит реветь, на нас все смотрят. Ты заслужила этот покой, который дан тебе сегодня. Прощай, Софи. Софи? Простите, это похороны мадам Ликюр? Что вы, нет, это Софи Жерар, наша хористка. Мы перепутали труп? Подождите, мой венок. Простите. Что такое? Безобразие. Что за поведение? Простите, ошибочка вышла. Ну вот, все ушли. Кто все? Семья, друзья. Я одна. И мало знакома с ней. Мы жили рядом, здоровались, а потом вот это. И все. Все? Вы уверены? Она ни с кем не встречалась? Ни с кем. Вы тоже из полиции? Нет. Я так спросила, потому что вчера один полицейский задавал такие же вопросы. А до того одна девушка. А что я могу им ответить? Я ничего не знаю. Вот эта девушка? Да. Это она. Это для нее. Софи... Ее звали Вероник. Я взяла не тот венок. Весело получилось. Давно так не смеялась. Это хорошо, потому что мы ничего не узнали об этой несчастной Вероник Кликер. Да, это так, но узнавать было нечего. Зато мы знаем, что Эва Перес расспрашивала о ней. Точно. Интересно. Потому что она приходила ко мне в клинику, задавала кучу вопросов. По вашему поводу она наверняка тоже интересовалась. Что она спрашивала? Откуда я? Кто? Хотела убедиться, что я именно та, кого она приехала убить. Почему она хочет меня убить? Я ничего не сделала. Что-то мы наверняка сделали. Проблема в том, что мы не знаем, что и когда. Может, эта месть родом из детства? Ну, с этого нужно начинать. Рассказать нашей жизни с самого начала. Постараться понять, когда мы могли встретиться с Эвой Перес. Да. Располагайтесь. Ты давно здесь живешь? Пять лет. А что? Все такое новое, такое холодное. Если моя дочь поиграет в твоей гостиной десять минут, она живет. Меня интересуют только взрослые дети, мужского рода. Они играют в моей спальне. И желательно побольше, чем десять минут. Начнем? Да. Я родилась в Байоне, мать работала в магазине одежды. Мой отец был американцем. Я росла в Сан-Франциско, пока родители не развелись. В шестнадцать лет я приехала во Францию. Я родилась в Женеве. Отец служащий, мать переводчик. Они меня завели поздно, и оба уже умерли. Я приехала в Париж учиться, а потом стала работать риэлтором. Я работала врачом в Бордо и никогда не уезжала отсюда. Я закончила экономический колледж. Работала во Франкфурте, а три недели тому назад меня приняли в Эванс. Раньше я не была в Бордо. Мы переехали в Бордо год назад. Я не переносила Париж, и мне хотелось иметь домик. Это лучше для воспитания детей. Им нужно пространство, а я могу заняться садиком. Обожаю цветы. Короче, у меня та жизнь, о которой я мечтала. Габриэль был моим другом детства. Мы прожили вместе пять лет, а потом поняли, что нам лучше дружить, чем жить в браке. Я встретила Даниэля в двадцать, и это была любовь с первого взгляда. Через два месяца я стояла в церкви в белом плоте. А я не могу больше двух месяцев прожить с одним парнем. Я, что называется, притягиваю всяких паразитов. Как только один оказывается рядом, он мой. Засыпаю в объятиях принца, а просыпаюсь рядом с мирской тварью. Больница Сен-Жульен. Когда она очнулась? Час назад, но врач сказал. Я майор Станис Ласламера. Хочу задать вам пару вопросов. Вы из полиции? Значит, вы знаете? Что? Кто я такая? Именно это я. Мое имя. Пожалуйста, скажите, как меня зовут? Вы не помните? Ничего. Она ничего не помнит. Это посттравматическая амнезия. Как долго это продлится? Неделя, месяц, год. Три часа разговора и всего-то. Вывод сделать легко. Мы не жили в одном месте, не ходили в одну школу и не спали с одним и тем же парнем. Мы даже на сантиметр не продвинулись. Зато узнали много друг о друге. Конечно. Если только мы говорили правду и ничего, кроме правды. Как в комиссариате. Верно, Жюльет? Почему ты так говоришь со мной? Ты была дома, когда девушка пролетела через стеклянную крышу в отеле? Угу. Наверное, в отеле была твоя сестра-близнец. У меня даже ее карточка. Почему ты соврала? Давай ближе к делу. Ты толкнула девушку в окно? Нет. Клянусь вам всем, что для меня свято. Я была в отеле с мужчиной. Я не могла его вмешивать в это. Что он подумает обо мне, когда копы начнут его допрашивать? Раз в жизни встретилась с нормальным парнем. Почему ты привела его в отель, а не к себе? Это Лионель захотел пойти в отель. Он хотел, чтобы наша первая ночь прошла романтично. А моя комнатушка не очень подходила. Он бомж? Нет. У него большая квартира. Но на этой неделе приехала его мать. Ну, конечно. Если он женат... Она сказала, что приехала мать. Мать? Он не хотел знакомить тебя с женой. Ты несешь чушь. Один вопрос. Он провел с тобой всю ночь или нашел дурацкий предлог, чтобы смыться в 3 часа утра? Она сумасшедшая. Ты на нее надавила. Разве нет? Я хотела ей помочь. Ты хорошо справляешься. Когда у тебя двое ребят, которые рисуют, возятся в сады и жуют резинку? Мечта. Просто я хотела открыть ей глаза на этого Лионеля. Ты уничтожила ее историю любви. Ты знаешь, развод такая болезненная штука, это провал... О чем ты говоришь? О твоей манере реагировать? Твоя агрессивность. Тебе нужно кого-то уничтожать. Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Мою мать? Она была... Оставим в покое твою мать. Я ходячая реклама развода. Прекрасно лажу с бывшим мужем, никаких сожалений, полная свобода. Он женился снова? Габриэль? Нет. Кажется, у него есть кто-то. Но такие вещи я предпочитаю обсуждать с друзьями. У тебя много друзей? Я тороплюсь. Ты идешь? Иду. В чем дело, Жюльет? Что за срочность? У меня была встреча с клиентом. Отвечай. Слушай, я не женат, у меня нет невест, и у меня одна любовница, ты. Ясно? Хотя я сомневаюсь, что она долго. Терпеть не могу такие скандалы. Нет, я так не поступаю. Я всегда спокойна, просто меня вывела из себя подруга, которую мне даже не подруга. Особенно после того, как я плеснула ей вино в лицо. Это называется спокойная девушка? Просто я влюблена. Черт. Я пропала, рассказала такое. Сейчас ты смоешься, и мы больше не увидимся. Думаю, нам стоит сделать паузу. До девяти часов вечера, ладно? Да. Добрый день. Постравматическая амнезия. Медсестра мне сказала. Вы уверены, что она не притворяется? Врачи говорят, что нет. Что вы здесь делаете? Смотрю на нее. Пытаюсь представить ее в детстве, потому что такое я ее точно не знаю. Возможно. Почему она нами интересуется? Почему столкнула четвертую со скалы? Когда жертва упала, Эва Перес спокойно завтракала в отеле. А список? Она не хотела нас убивать? Это оптимистичная гипотеза. Другая гласит, что вас заказали. Кто? Тот, кто решил вас убить. Всех четверых. И кто убил ликер? И постарался убрать ненужного сообщника. И вы, разумеется, понятия не имеете, кто это. Ни его пол, ни возраст, ни мотивы. Но он настроен решительно. При этом спокойно разгуливает по городу. Вы ждете, пока он нас всех перережет, чтобы потом действовать? У меня нет сотрудников, чтобы защищать вас круглосуточно. И это всего лишь гипотеза. Выбейте на моем гробу. Это всего лишь гипотеза. Лучше, чем вечная скорбь. Это все меняет. Наш единственный шанс узнать, кто он или она, если вы поймете, что связывало вас с троих. Мы уже думали. Результат ноль. Еще поищите. Должна быть связь. Она маленькая, но она есть. Должна быть. Привет, доктор. Вы ее знаете? Вроде да. Она меня учила всему, когда была заведующей отделением нейрохирургии. Она работала здесь? Да. Была самой лучшей. Как подумаю, что сейчас она сиськи вытягивает. Почему она ушла? Не знаю. Деньги, наверное. Хороший песик. Ты мне объяснишь? Это собака для детей. Я назвала его Томуш, потому что он маленький уродец. Нет, я говорю о наряде для дочки. О крутящемся платье, которое ты ей сшила. Не приснилось ли это было твое вечернее платье, которое я тебе подарила ко дню рождения? Знаешь, я и так хотелось иметь такое платье, а я все равно его не надену. Это прекрасный подарок, но я не рублю платье с большим декольте. Ты знаешь, сколько я заплатил за него? Что с этим сом? Это острожевая собака. Здорово, да? Он подумал, что ты на меня нападаешь. Молодец, песик. Лежать, лежать. Молодец. Правда? Что? Ладно, я пойду в душ. Потом пойду дежурить. Поговорим обо всем, когда вернусь. Ты себя странно ведешь со вчерашнего дня. Что-то случилось? Нет. Мама, тебе звонят. Иду, дорогая. Но ты... Сторожевая собака. Хороший песик. Хороший песик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер Я к Габриэлю, он меня ждет Прошу вас Спасибо Привет Как дела? Я хотел выпить Почему вы меня не пускаете? Твои шмотки, это не в стиле клуба Клод, как замечательно, что ты пришла наконец Надо поговорить Пошли со мной Ну, как ты? Как я и думала, хуже некуда Хочу, чтобы ты сохранил у себя это письмо Поклянись, что откроешь его только в том случае, если со мной что-то случится У тебя проблемы со здоровьем? Тогда в чем дело? Просто дурное предчувствие Пообещай, что не откроешь его, это все, что мне нужно Здесь нет ничего незаконного Пожалуйста Спасибо Ты никому его не покажешь, никому Я понял И потом, после тебя у меня никого нет Простите, у нас проблема в баре Добрый вечер, Лоран Привет Как хорошо, что ты пришла Жаль, что не предупредила Франк, шампанского Нет, спасибо, я пойду Останься на пять минут Мы уже год не общались Ты по мне скучал? Я тем более У нее проблема Это уклади проблемы с парнями Она думает, что они все убогие, трусливые, угунные Это она меня убедила, что у тебя кто-то есть Какая прелесть твоя, Клоди Она не очень нервная? Есть немного Но у нее много достоинств Она такая забавная Как вы встретились? Случайно Я в туалет Это я Нет Нет, не жди меня Ложи спать Я поздно вернусь Много работы Да Я тебя тоже люблю Алло 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 Черт Алло Что вам от меня надо? Кто вы? Оставьте меня в покое, ясно? Черт Простите Я думал, здесь свободно А что я мог еще сказать? Я слышал, как она орала Думал, на нее напали Ты все правильно сделал А наш врач? Кажется, вернулась домой Одна Мне кажется, мы зря теряем время А где ваша коллега, что следит за третьей? Что я должна сделать? В чем дело, малыш? Ну, что там? Тумаш 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 Где ты, собачка? Даниэль? Тумаш 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 Субтитры создавал DimaTorzok